Продолжение следует... Продолжение следует... Добрый день, дорогие друзья! Сегодня, 3 сентября, по всей стране, в День солидарности в борьбе с терроризмом, проводится акция «Помним Беслан». Проводятся эти мероприятия и в Ульяновской области. Тогда, 3 сентября 2004 года, в городе Беслане, во время террористического акта погибли несколько сотен человек, большинство из которых были дети. При освобождении школьников, захваченных террористами, погибли 10 сотрудников специальных подразделений ФСБ России. И среди них наш земляк, выпускник гимназии номер 1, боевой офицер ФСБ Дмитрий Александрович Разумовский. Дмитрий Разумовский родился 16 марта 1968 года в Ульяновске. Учился в школе номер 1. Активно занимался боксом в детско-юношеской спортивной школе «Автомобилист». Неоднократно становился победителем первенств города Ульяновска и Ульяновской области по боксу. Получил разряд кандидат в мастера спорта. После окончания школы окончил Московское высшее командное училище. Участвовал в боевых действиях на такжикско-афганской границе. В 1996 году боевой офицер и мастер спорта по рукопашному бою был приглашен на службу в органы государственной безопасности России. Участник Первой и Второй Чеченских войн. А 1 сентября 2004 года Дмитрий Разумовский принял участие в освобождении 1128 заложников, которые были захвачены в школе номер 1 города Беслана. Ценой собственной жизни бойцы подразделения «Вымпел» спасли от гибели 800 человек. Указом президента России Владимиром Владимировичем Путином от 6 сентября 2004 года за мужество и героизм Дмитрий Александрович Разумовский был посмертно удостоен высокого звания Героя России. Сегодня, 3 сентября 2019 года, мы приветствуем всех, собравшихся на знаменательном событии для нашего города, торжественном открытии Мемориальной доски почета памяти Героя России, почетного гражданина города Ульянска Дмитрия Александровича Разумовского. Эта Мемориальная доска будет напоминать нам о достойном гражданине своей страны и своего народа. На нашем мероприятии присутствуют ветераны и участники боевых действий, ветераны спорта, сослуживцы Дмитрия, юные спортсмены, товарищи по спорту. Присутствует президент Региональной общественной федерации бокса Ульяновской области Орлов Игорь Юрьевич, президент городской федерации бокса, доктор педагогических наук, профессор мастер спорта по боксу Колесик Игорь Степанович, заслуженный работник физической культуры и спорта России Лазарев Владимир Николаевич, заместитель директора спортивной школы Олимпийского резерва по боксу имени Петра Трофимовича Липатова, мастер спорта Сергей Александрович Астафьев. На торжественном мероприятии присутствуют почетные гости. Просим их выйти на нашу импровизированную сцену. Заместитель губернатора Ульяновской области, Люльков Сергей Александрович. Заместитель главы города, глава администрации железнодорожного района, Трофимов Владимир Иванович. Председатель Совета Содружеств ветеранов и сотрудников спецслужб Вымпел Попов Валерий Владимирович. Председатель Общероссийской общественной организации Ассоциации ветеранов спецслужб Юрченко Сергей Сергеевич. Председатель Ульяновского регионального отделения Общероссийской общественной организации Российский совет ветеранов пограничной службы Кушманцев Алексей Валерьевич. Председатель Совета ветеранов КПСБ России Ульяновской области Анисимов Евгений Георгиевич Директор спортивной школы Олимпийского резерва по боксу имени Петра Трофимовича Липатова Заслуженный тренер России Александр Викторович Трифорович Председатель Совета директоров группы компаний Герасимов Сергей Алексеевич Право открыть мемориальную доску на здании физкультурно-оздоровительного комплекса автомобилист В честь героя России Дмитрия Розумовского предоставляется Заместителю губернатора Ульяновской области Люлькова Сергея Александровича И председателю Совета Содружеств ветеранов и сотруднику спецслужб Вимпел Попову Валерию Владимировичу Внимание! Смирно! Равнение на флаг Российской Федерации! Звучит гимн России! Россия, священная наша держава Россия, любимая наша страна Помощая моя великая слава Твоё настояние на земле лета Славься, Отечество! Славься, отечество! Наши свободные Радских народов Союз вековой Славься, отечество! Славься, отечество! Славься, отечество! Наши свободные Славься, отечество! Радских народов Славься, отечество! На конец Александр adx Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Есть такая профессия – Родину защищать Есть такое понятие – Большая и Малая Родина Есть такое понятие – Любовь к Отчизне Все эти слова применимы Дмитрию Разумовскому Человеку, который любил всей душой свою малую родину Любил свою отчизну 15-я годовщина трагических событий в Беслане Но я уверен, никто не забыл тех жертв, никто не забыл героев, которые спасали детей, взрослых Трагедия объединила нас все Такой день, он трагический, торжественный По своей сути Я просто хочу всех нас поздравить С тем, что мы здесь вместе Мы помним Мы помним наших всех героев Я вижу баннер Каждого из героев мы должны помнить поименно Пока мы помним Все они живы для нас Поэтому Слова искренней признательности всем тем, кто участвовал в открытии данной мемориальной доски Еще раз говорю, что Очень горд Очень горд тем, что в Железнодорожном районе Именно в этом месте У нас есть возможность Еще раз вернуться к подвигу Дмитрия Александровича Разумовского Всех тех, кто погиб И всех тех, кто остался жив Слово для приветствия предоставляется Заместителю главы города Главе администрации Железнодорожного района Трофимову Владимиру Ивановичу Добрый день, уважаемые друзья Для истории 15 лет Наверное, это мало Для человека это много И действительно, как Сергей Александрович сейчас сказал Для ветеранов большое спасибо Ветеранам бокса Действующим спортсменам Действующим сотрудникам Которые помогли установить данную меморальную доску Мы знаем, мы чтим, мы помним Подвиг этого человека Благодарны всем Тем, кто в мирное время Вот такие подвиги существуют Для того, чтобы вот такое солнце для нас светило И мы с вами спокойно могли Не боясь Встречать и день знаний И вообще жить в этой стране И в нашем с вами городе И районе Для молодежи Это основная задача То, чтобы знали Что есть такие герои Были такие герои Они есть сейчас И среди нас Эти герои Посмотрите Ребята, которые стоят с орденами Они не просто их так получали Они получали действительно В горячих точках Поэтому знайте И любите И цените Свою страну Свой город Свой район Слово предоставляется Председателю Совета Содружеств ветеранов И сотрудников спецслужб Вымпел Попову Валерию Владимировичу Добрый день Земляки Боевые друзья Ветераны И наши дети Я тоже уроженец Города Рудьяновска Поэтому так имею право К вам обращаться И горд за то Что у нас есть Такая земля Как Дмитрий Розумовский Но Дима Он не один Вот этот список Десятерых Наших погибших Офицеров Трое из них С группы А Альфа Семь человек И с управлением В Вымпел Ну Управление В Стало наследником Того Той легендарной Группы Группы специального значения Вымпел Которая была рождена В разведке Все мы свои задачи Выполняли за рубежом Тоже занимаясь спасением Наших граждан За рубежом Заложников Это было на Ближнем Востоке В Иване В Африке Во многих других странах Дмитрию выпало Выполнить свой служебный долг Там, где с вами Волею судьбы Я тоже оказался У служебной командировки И был там Чуть раньше Чем пролетели По центру специального назначения И так случилось Что оперативно-боевой штаб Мы готовили до приезда Еще центра специального назначения В Дмитрии мы увиделись Когда они уже начали Готовиться изучать Этот объект С точки зрения его штурма Освобождение заложников За сутки до этого Мы с ним общались Он тоже жил в спортзале И он предсказал Среди своих же сослуживцев И да, сказал такие слова Знаете У меня такое ощущение Что я завтра погибну Потому что Ну, речь шла О возможном штурме Хотя штурм не состоялся Был спасение После взрыва Была не штурмовая операция А фактически спасение детей Но потом подумал И сказал Вы знаете А умереть за детей И за своих друзей Это ощущение Это были слова Дмитрия буквально Перед смертью Также мне Я, наверное, один из последних Кто его видел живым Потому что Когда его выносили Из поля боя А подвиг его заключался В следующем Он 3 сентября Террористы Тянули время Вызывали нас На последующие переговоры И переговоры Должны были состояться В 14.00 Но взрыв Произошел В 13.03 За час до этих переговоров Дмитрий находился В той самой группе Которая Средовой группе Которая находилась Рядом со зданием И был Замаскирован Вел наблюдение За передвижением И перемещением Террористов Все остальные группы В это время Готовились К возможным Операциям И Когда произошел взрыв Началась Конечно Такая Беспредельная Польба Террористов Было 42 человека Выраженные Были без зубов И два пулемета Были установлены Один на крышке Второй На втором этаже И Дмитрий Вот Для того чтобы Первая штурмовая группа Проникла Могла подойти К этому зданию Он Ценой Фактически Своей жизни Прикрывал И себя демаскировал То есть Он начал уничтожать Пулеметную Так сказать Точку И один из пулеметов Ему удалось Погасить Уничтожить Вот Они этого не ожидали Со второго пулемета И Значит Забыл вооружен Он был тоже сражен Но Долго Сопротивлялся И жив Вот как боец Боец А бойцом Становится Наверное С детства Вот мы сейчас С вами находимся Ядом С этим Зданием Школой Где он Как Занимался боксом Он был боксером Вот мне тоже Боксом тоже занимался Я тоже был мастером спорта По боксу Но спорт для меня стал Не смыслом жизни А приложением Нашей Профессии Отецназовца И бокс Очень много раз Спорт у нас По жизни выручал В том числе и меня Вот Мужской характер Умение рисковать Стремительно принимать решения Я думаю Что Вот тогда Когда он занимался боксом Он тогда получал Это вот здесь Среди вас На ринге Среди своих учителей Среди своих товарищей Но Дмитрий Совершил Он погиб первый Из десятих человек Вот Другие тоже погибали И совершали Ходок Вот Могу того же Андрея Туркина Здесь показано Как пример Каждый погибал По словам Когда внутри здания У кого столовой Террористы Заблокировали Несколько Несколько детей Человек семь Было детей Они прикрывались Даже Прикрывались Детьми Для того Чтобы Их не уничтожали Вот И Была оказана Атака Они бросили Две гранаты Одна не разорвалась На второе Туркин Просто лег Перед детьми Поэтому Говорить о том Что это была Штурмовая операция С профессиональной точки зрения Сложно говорить Это была Операция По спасению детей Из-за лошади Поэтому Наши бойцы Ценой своей жизни Своими телами Двадцать С лишним человек Было ранено И десять человек Погибли Дорогие ребята Обращаюсь К вам Я хочу пожелать вам Чтоб вы Любили вот эту родину Малую родину Свой район Своих детей Свою школу Свои Значит Спортивные залы Своих учителей Любили и нашу большую родину Нашу отечество А Россия наша Великая У нее великая история И у нее великое будущее Но Ее великое будущее Зависит От вашей Подготовки От Вашего умения Бороться за правду Будьте сильными Будьте бдительными И Защищайте наш родин Есть такая профессия Родин защищает Спасибо Честное Слово предоставляется Председателю Общероссийской Общественной Организации Ассоциации Ветерану Спецслужб Юрченко Сергею Сергеевичу Я в дополнение Хочу сказать Когда освобождали Петей Беслана Среди тех, кто освобождал Было Три Наших Семьяка Трое Ветерану Вообще-то Что Азерб Что Вымпел Это громкие Известные Сильные Организации А народ Работает Не так уж Много И среди Наших Спецназовцев Три Наших Земляка Вот Один Погиб К сожалению Вот Валер 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 Замкомандир Выбрал И Расслаждал Детей Беслана Ну а Треть Еще До сих пор Работает Я понимаю И вот Мы гордимся Нашими Земляками Гордимся И Цель Всех Мероприятий Проводится Да Кстати Проводится По всей России Прислали Снимки Уже С Беслана По всей России Мы чтим И помним Память Погибших Наших Религентов И Вот Я С большой Личной Благодарностью Отношусь Всем К тем Людям Которые Принимают Участие Которые Помогают Оказывают Помощь В организации Таких мероприятий И В частности По данному Мероприятию Я И Благодарю Жизнодорожный район Климце Главное Администрации Значит Это Герасимов Сергея Который Оказался Материально Наших Моих Любимых Боксеров Я Прямо Восхищаюсь Боксерами Потому что Основную Часть Патриотической Работки Воспитания Молодежи Взяли На себя Федерация Волсегордия Ульямовская Школа Резерва И Наши Благодарны Всем тем Кто оказывал Нам Путь Неугасима Память Покорений И память Тех Кого мы Свято чтим Давайте Вспомним На мгновение И в скорби Постоим И помолчим Объявляется Минута Молчания Дорогие друзья Просим Возложить цвіти К мемориальной Деске Дмитрия Розумовського Розумовського Дорогиеappelle Дорогие друзья Будэк Дорогие друзья Бег времени не остановишься И не изменишь ничего Нет с нами тех, кто дорог сердцу Чей образ в памяти еще Плывут их души облаками И слезы льют грибным дождем И наблюдают, наблюдают за тем Как мы вот здесь живем Дают советы в сновидениях Оберегают от беды А мы порой не замечаем слова Средь бренной суеты Но память, верный наш хранитель Дает подсказки И тогда нам что-то в сердце вдруг напомнит Он с нами, здесь и был всегда На этом церемония открытия Мемориальной доски в память О Герои России Дмитрия Александровича Розумовского Считается закрытой Мы желаем всем участникам успехов и побед Быть настоящими защитниками Родины До свидания, до новых встреч Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Нас снова встретит родная земля Мои травы, эх, упадут Я с детства понял, где-то поля И не верил сам, что вернулся Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин